Всем привет! Знаменитой актрисе пришлось задуматься о своем будущем, которое ждет ее по окончании съемок и внушительных денежных поступлений от них. Проклова заявила, что ей назначена очень скромная средняя пенсия. И солидной денежной подушки у нее тоже нет. Вот только в наличии есть серьезные проблемы со здоровьем. Все это вместе заставило актрису принять решение покинуть столицу и даже Подмосковье. Новым местом дислокация звезда выбрала Кавказ, где и ведет уже несколько лет строительство дома для себя любимой. Как признается Проклова, гонораров от съемок ей не хватило бы и на достройку этого дома в Сочи, но она сумела выгодно продать московскую квартиру. Теперь Елена рассчитывает за пару-тройку лет закончить свою кавказскую стройку. Такое место Проклова выбрала не только из-за любви к тишине, покою и южным краям, но и по медицинским показаниям. Как признается сама любимица российских зрителей, помимо скромной пенсии за годы карьеры она заработала еще и неизлечимую болезнь. Это астма, теперь она надеется продлить свой век на природе и свежем воздухе. При этом ей придется все равно как-то выкручиваться, а московской недвижимости больше нет. Дом в Подмосковье принадлежит сразу нескольким членам семьи, которые в нем живут, и сдавать в аренду актрисе просто нечего, а размер трудовой пенсии у Елены Прокловой примерно 18 тысяч рублей. Даже здоровому человеку на такие деньги прожить непросто. Что уж говорить о пожилой актрисе с серьезным заболеванием. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье. Если я буду его сдавать, то где я буду жить? О денежных запасах надо было заботиться раньше. Сейчас в планах закончить стройку дома в Сочи. Финал своей жизни я собираюсь провести там, заявила Проклова. Поэтому она рассчитывает, что после переезда будет стараться как-то перебиваться. Раз осталась совсем без финансов. Очень хочется пожелать Елене Прокловой еще долгие годы не терять силу воли и оптимизма, ведь силы ей еще как пригодятся в сложившейся ситуации. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok